Мне хотелось бы отметить, что первое послание Коринфянам является очень насыщенным по содержанию текста. И на многие вопросы церковной жизни мы можем получить ответы из этого послания, именно первое послание Коринфянам. Сегодня мы продолжим с восьмой главы этого послания. Но я еще раз хочу подчеркнуть то, о чем я только что вам сказал. Перечитывайте лишний раз это послание, если вы хотите получить ответы на вопросы церковной жизни. Нет, нет. Первое послание Коринфянам. Я напоминаю вам о том, что Коринф в свое время играл огромную историческую роль в Греции. Это был и торговый центр, и в каком-то смысле культурный центр. Одним словом, это город, который был переполнен всегда интересными людьми. И не только интересными, но очень деятельными людьми, сумасбродами, и кем только он ни был переполнен. Как, собственно, любой центр. Потому что центр всегда является и центром притяжения, центром внимания. И апостол Павел адресует это послание Коринфянам, в частности, членам Коринфянской церкви. Мы должны понимать, что Коринфянская церковь – это молодая церковь, потому что это первый век. Только начало распространяться благовестие евангельское. И, конечно же, люди по-разному реагировали на это евангельское благовестие. Нужно понимать, что раньше не было атеистов. То есть вот наша современная история знает такой феномен антропологический, как атеист, то есть человек, отрицающий Бога. А вот в те времена человечество не знало такого феномена антропологического. Все люди верили. Конечно, вера была неправильной. Была искренность веры возможна. Кто-то формально верил. Но, в принципе, у каждого человека было религиозное мышление, религиозное восприятие этого мира. И когда Коринфяне, в частности, услышали евангельское благовестие, они уже воспринимали это благовестие через призму своего религиозного опыта, языческого религиозного опыта. А что такое язычество? Язычество, особенно греческое, античное язычество, это достаточно упорядоченная форма религиозной жизни. Я веду по ритуалам, по каким-то вероучительным позициям, которая была переполнена всевозможными мистериями. А мистерии — это религиозные обряды, которые были очень красочные, театрализованы. Одним словом, люди воспринимали евангельское благовестие через эту призму своего религиозного опыта. И, конечно, они не всегда адекватно понимали то, о чем это евангельское благовестие говорило человеку. Они искаженно воспринимали это евангельское благовестие. И вот апостол Павел, обращаясь к этой новорожденной церкви коринфским, вносит ясность относительно церковной, духовной жизни. И вот мы продолжаем восьмую главу. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Апостол говорит о знании. У каждого человека есть действительно знание. Даже человек, который еще не пришел в церковь, у него уже есть знание о том, что есть Христос, есть Бог. Но вот не всегда человек имеет правильное знание об этих религиозных предметах. И он говорит о том, что знание само по себе, оно надмевает человека. Ведь действительно, ничто так не характеризует личность человека, как насыщенность знаниями. Знания, они делают личность яркой, интересной. С ним интересно общаться. И вот, когда человек может задекларировать эти знания, выразить эти знания, он где-то внутри самого себя начинает надмеваться. И поэтому апостол говорит, что только любовь может назидать человека. И кто думает, что знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Это значит, что знание, истинное знание, это то знание, которое мы получаем от Бога. Но это не значит, что мы имеем здесь речь о том, что апостол Павел говорит о каком-то личном откровении Бога к человеку. К примеру, как Господь открывал свою волю пророку Моисею или другим пророкам. Нет, в данном случае здесь идет речь о тех знаниях, которые известны, которые благовескуются апостолами, учителями Церкви. Просто их нужно воспринять, эти знания. Ведь если мы верим в Бога, значит, мы должны доверять тому, что Господь открывает человеку. То есть мы доверяем и знаниям, которые мы получаем от Бога. И вот если человек без любви эти знания усваивает, то, конечно, они будут только Его нагмевать и будут портить Его Личность. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного. Мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Вот на это давайте обратим внимание особенно. Говорит апостол о том, что идол есть в мире ничто. Мы должны именно четко понимать, что такое идол. Из предыдущих занятий, особенно по Ветхому Завету, мы знаем, что идол – это рукотворенная реальность. Это или какое-то извояние, или изображение, или это может вообще быть не изображение, не извояние, даже обычный камень, которому народ приписывает какие-то божественные свойства, религиозные свойства. Это идол. И вот человек приносит этому предмету, идолу свое религиозное почитание. Но вот апостол говорит, что он ничто, он ничего абсолютно не значит в религиозной жизни человека. Это значит, что мы не должны никакого поклонения воздавать идолу. И что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, и господ много, но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь, Иисус Христос, Которым все, и мы им. Мы видим, что апостол как будто соглашается с существованием каких-то божеств. Но ни в коем случае не нужно думать о том, что апостол Павел говорит всерьез о том, что есть какие-то боги. Нет. Он говорит только о факте, что есть люди, которые воздают почитание идолам, и поэтому они считают их божествами. Но мы должны помнить о том, что есть только один Бог. Но не у всех такое знание. «Некоторые и до ныне совестью признающие идолов едят идола жертвенные, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощно, оскверняется». Вот это очень интересная мысль, на которую мы должны обратить внимание. Понимаете, современный человек, он мало чем отличается в религиозном плане от коринфских христиан того времени. Много людей считают, что существуют какие-то чародеи, и эти чародеи занимаются какой-то своей магической, оккультной практикой, и что они в результате навевают на человека порчу, сглаз, они занимаются какими-то другими оккультными воздействиями. Я вовсе не хочу отрицать существование таких людей, о том, что они есть эти люди, они действительно есть, и занимаются они плохими делами. Но вот мы должны понять. Здесь, вине сказать, разделить несколько понятий и поговорить в отдельности об этих понятиях. Первое. Идол, как мы уже говорили, это такой материальный субстрат. Но вот за вот этим материальным субстратом всегда стоят демонические силы. Вот эти демонические силы принимают поклонение людей, религиозные поклонения, которые они воздают идолам. И в результате через это поклонение между людьми и демонами завязывается связь, религиозная связь. Мы же помним, что с латыни религаре переводится как связь, обратная связь. И такая связь действительно устанавливается, но не только, но не с Богом, а с демоническими силами. И, конечно же, человек переживает какие-то впечатления от этой связи. В те древние времена особенно были распространены так называемые оракулы. И через эти оракулы люди, опять-таки, материальным субстратом этих оракулов были именно идолы, какие-то статуи. И вот через них люди, приносящие жертвы, вопрошающие этих идолов, оракулов, получали какие-то откровения. То есть, не исключаем о том, что это мог быть даже какой-то голос. Все, что угодно могло быть. Конечно, было много и подделок всевозможных, но все равно был какой-то религиозный опыт. Отрицательный, но это был опыт. И вот апостол Павел здесь говорит о том, что идол есть ничто. Но как же ничто, если мы говорим о том, что что-то же происходит, то есть демоническая сила стоит, и мы знаем, из житий святых, когда святые приходили, помните даже, когда Матерь Божия сошла с проповедью на Афон, на святую гору Афон, то какие были последствия этого схождения на святую гору Афон? Начали рушиться идолы, которые стояли на этой оскверненной язычниками земле. И выходили из этих идолов демоны, которые обитали в этих идолах. И вот, приносили пищу, так называемую жертвенную пищу, жертву приносили этим идолам. И ложили в подножие идолов на какие-то жертвенники эту пищу. Эта пища называлась идоложертвой. Затем могли от этого идола брать какую-то воду или же какие-то другие жидкости и затем окроплять пищу на рынке. То есть много всевозможных таких вот магических манипуляций могли совершать в те языческие времена с пищей. То есть прикасать ее к этим идолам. И в результате этого прикосновения считалось, что эта пища посвящалась, а вернее сказать, по языческому верованию, освящалась именно этим идолам. И вот как относиться было христианам к этой идоложертвойной пище, если каждый, скажем, такой нормативный язычник, если он занимался торговлей, и он эту пищу посвящал Зевсу в том смысле, чтобы она, ну, к примеру, там хорошо продавалась на рынке. Вот как относиться было? Конечно, христиане были в затруднительном положении, ведь это же осквернено. Особенно для Иудеи это была сложная ситуация, ведь мы знаем, что они вкушали только ту пищу, которую называли кошерной, то есть приготовленная пища евреями только, правоверными евреями. Больше никто не имел права готовить для евреев, только именно правоверные евреи. И, конечно, все это переполняло сознание иудея-христиан, и христиан, которые из язычников, все это было сложно. И вот апостол говорит о том, что идол есть ничто. Не в том смысле, что от него нет никакой энергетики, скажем так, другими словами. Не в том смысле, что он не влияет как-то на жизни человека. Конечно, влияет, если он открывает свою душу, что называется, перед этим идолом. Но апостол утверждает силу Божию. Он говорит, что все по отношению с Богом есть ничто. Все пустое. Все это не способно влиять на душу верующего человека. И вот мы можем, следовательно, есть пищу идоложертвенную. Вот для нас, верующих, современных христиан, есть такие люди, которые пытаются находить в пище какие-то влияния религиозных культов или иудейских культов, или каких-то оккультных культов на пищу. Или некоторые боятся принимать пищу по той причине, что они считают, она заговорена, эта пища, то есть на ней лежит какая-то порча. И даже христианин боится брать для употребления эту пищу. Это ошибочно. Так человек не должен думать. Христианин должен понимать, что то, что Бог очистил, не почитай, не считай нечистым. А каким образом мы очищаем пищу, даже если она осквернена? Мы всегда читаем молитву, мы всегда осеняем крестным знаменем себя и трапезу, которая предлежит на нашей трапезе, на нашей стороне. И христианин не должен озадачиваться какими-то выяснениями, откуда эта пища, насколько она зачарована или очарована. Но для нас это не имеет абсолютно никакого значения. «Ащи, что смертны и спьют их, говорит Господь, не вредит их». В этом именно свобода христианина и сила его духовной жизни. Мы свободны должны быть от всего, от всякого страха. Никакой страх не должен владевать нами. Мы никогда не должны говорить о порче, о сглазе, о заговоре. Это все нас не должно касаться. Мы должны быть выше всего этого. Именно сегодня можно встретить книги, которые называются православными, описывают они эти книги, жития якобы новоявленных подвижников современности, Пелагею Рязанскую, Феодосии Иерусалимского, Кавказский, который еще называют его так. И там, где идет речь о колдунах, о чародеях, о порче, о сглазе, вы сразу же закрываете эту книгу как неправославную книгу. Эту книгу нельзя читать, потому что нигде в Священном Писании не сказано, что христианин должен бояться колдунов и порчи. В Священном Писании говорится только о том, что мы должны бояться Бога. Страх Божий – начало премудрости, потому что Он Творец. Мы должны благоговеть перед Творцом Своим. И только один у нас должен быть страх. И еще святые отцы говорят о том, что должен быть страх греха, совершить грех. Потому что грех разрушает отношения человека с Богом. И здесь апостол говорит нам, «Но не у всех такое знание. Некоторые даны несовестью, признающие идолов, едят идоложертвенные, как жертвы идольские. И совесть их, будучи немощна, оскверняется». Вот здесь вторая часть объяснения. Она в том, что есть люди, которые вот так считают, что это что-то значит. И если, конечно, они будут есть эту пищу, считая, что этот идол имеет какое-то значение, какое-то влияние отрицательное, то, конечно, он будет только оскверняться, и это будет только разрушение его души. Но это немощная совесть. А вот сильный христианин, он никогда не будет этого бояться. Но для того, чтобы этого не бояться, для этого поменьше нужно на эту тему рассуждать, слушать те страхования, которые рассказывают часто люди, а вот там подсыпали, подлили, там кого-то, там еще напоили какими-то вот такими вот заговоренными нечистотами, и вот в результате этот человек стал невменяемый, или что-то с ним еще такое случилось. Это только возможно с людьми неверующими во Христа. А человек, который верит во Христа, в всепобеждающую силу Божию, на него никогда это не подействует. И поэтому нет православных, бабок, шептух, целителей нет православных. Все это лжецы, которые прикрываются только именем Церкви и символами Церкви, иконами, святой водой, и они только вводят в заблуждение. Это обманщики, которые держат кресты, матушками себя называют там, и батюшками, и предлагают свои услуги через газеты и так далее. Все это лжецы. Потому что человек страдает через свой грех, и он должен каяться в своих грехах. И тогда Господь через покаяние будет врачевать душу этого человека. И он не нуждается ни в каких средствах, тем более таких средствах, которые по своему содержанию, если вникнуть в тексты эти, в действия этих людей, они, конечно же, ничего не имеют общего с вероучением нашей святой Церкви. Поэтому христианин – это человек свободный, это человек, который ничего не боится. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Вот здесь апостол очень мудро говорит. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его, есть идоложертвенное. Как идоложертвенное. Это для нас, сильных совестью, идоложертвенное – ничто. Но если человек не имеет еще такого знания, и он увидит наши действия, он подумает, что «а все это можно так делать», он будет считать, что никакой разницы между идоложертвенным и благословенным церковью не имеет никакой границы разницы. И тогда он будет одновременно исповедовать и Христа, и какие-то языческие кумиры, идолы. То есть в этом существует серьезная опасность. То есть тот, кто видит немощной совестью, должен понимать, почему мы так делаем. Он должен понимать, что для нас это ничто. То есть мы не потому, что хотим приобщиться через идоложертвенное, идолу и его каким-то влиянием, а потому что для нас это ничего не значит. Господня земля и все, что наполняет ее. Здесь нет ничего демонического в этом мире. Люди только то, что наполняет эту землю, посвящают демонам. Но ничего в этом мире нет демонического, потому что все сотворено Богом и все очищено Богом для человека. Но человек может приносить в жертву что-то идолу. «И от знания твоего не расположит ли...» Простите. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос». То есть то, о чем говорил апостол вначале, говорит, что знание само по себе, оно надмевает и только любовь назидает. Это значит, что мы этими знаниями должны пользоваться только через любовь. Мы должны понимать немощность другого человека. Только через любовь мы должны давать эти знания. Потому что, если мы будем так надмены, «Ну что, ты ничего не понимаешь?» То есть мы будем с упреком сверху вниз смотреть на этого человека, осуждая немощную совесть этого человека, то, конечно же, мы только навредим и погибнет брат наш, говорит апостол. Поэтому мы должны правильно с любовью назидать, имея такое знание, за которого умер Христос. Как говорит апостол, «А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнять брата моего. Не в том смысле, что вообще не есть его, а уж в присутствии этого человека, если это его действительно соблазняет и искушает. Поэтому пища, она не приближает человека и не удаляет. Следовательно, мы должны этим средством правильно пользоваться, не вызывающе делать как-то то, что мы делаем. А все должно быть руководствуемо только любовью, не презирая человека, который чего-то недопонимает. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства вы в Господе. Здесь апостол переходит к другой проблеме Коринфской Церкви. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не знаем власти есть и бить, или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни Екифа. Здесь апостол говорит о том, что апостол имеет право на брак. И только один из апостолов 12-ти был безбрачен. Апостол Иоанн Богослов. Все остальные апостолы из 12-ти были в браке, в законном браке. И когда он говорит здесь, что спутницу и сестру жену, то идет речь о том, что сестра она во Христе, но жена законная в браке. И говорит также он о том, что или мы не имеем власти есть и бить, а ведь именно за это часто осуждают духовенство и говорят, ну а как же, вы что в туалет даже ходите? вы должны есть и пить, вы только должны стоять у престола Господня. И действительно, такие упреки часто можно слышать. И вот апостол говорит о том, что мы имеем на это право и быть в браке, и есть и пить. Но, конечно, не идет здесь речь. Он же говорит, что или мы не имеем власти есть и пить. То есть, каждый имеет. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Здесь будет речь о содержании духовенства. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Спрашивает он. Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Спрашивает. Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано «Не заграждай рта у вола молотящего». То есть, по иудейской традиции вол это была определенная физическая сила, которая участвовала в молодьбе зерна. И если этот вол работает и молотит зерно, то, конечно, не заграждай рта у вола молотящего. Дай ему и поесть. А в Аллах ли печется Бог? То есть, он как бы задает вопрос. Об этом ли говорит закон Моисеев? Решает ли он проблему с питанием животных? Нет. Он только дает образ. И исходя из этого образа, он назидает о том, что левиты должны получать жалование от храма Иерусалимского. Или, конечно, для нас говорится, так для нас это написано, ибо кто паше должен пахать с надеждою доема ли. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не пачили мы? Он говорит о том, что если вы посеяли духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не пачили мы? Однако мы не пользовались сию властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели, чтобы кто уничтожил похвалу мою, ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую, ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполню только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безместно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Здесь апостол Павел говорит о себе лично, но в то же время он отстаивает права тех, кто нуждается в этом, имеется ввиду благовестников. Почему? Потому что в отличие от других апостолов он был небрачным. По сути здесь идет речь о монашестве. Он безбрачный, он нескажателен, но он говорит о тех, кто трудится у жертвенника, кто занимается благовестием. Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Чтобы приобрести подзаконных. Здесь понятно, о чем идет речь. Он говорит о своей миссионерской проповеди среди иудеев, которые еще почитали закон Моисеев. И это почитание закона Моисеева для иудеев, которые еще были очень близки к Иерусалимскому храму, к синагоге, для них было сложно сразу отказаться от закона Моисеева. И поэтому помните, что апостол Павел, несмотря на убеждение, он высказал эти убеждения и сказал, что обрезание есть ничто и не обрезание есть тоже ничто. То есть оно не имеет абсолютно никакого значения для христианина. Оно пустое. Что обрезание, что не необрезание. Но тем не менее он ради миссии среди иудеев обрезывает своего ученика Тимофея. И также он дает обед в Кенхрее. И также он еще совершает обряд Назарейского чинопоследования. Это все в деяниях апостольских мы уже исследовали. То есть мы видим, что он ради того, чтобы совершить главное, отказывается от второстепенного, от каких-то формальностей. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чуждым закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был, как немощных, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Вот именно это очень важный миссионерский апостольский принцип, потому что действительно приходится миссионеру, апостолу говорить на языке своей аудитории. Он иногда говорит на языке очень, может быть, неприспособленном языке для христиан. То есть иногда кажется, что этот язык даже является в каком-то смысле ну кощунственным. Но так вот конечно с плеча рубить и говорить, что вот этот миссионер он является кощунником или богохульником конечно нельзя. Особенно в наше современное время, когда очень много субкультур всевозможных. Это раньше люди жили более-менее в одной какой-то традиции, в одном каком-то восприятии ментальности. А сейчас поскольку мы живем в эпоху глобализации, мы через интернет, через телевидение, через масс-медиа и другие мы получаем огромное количество информации и следовательно человек формирует свое представление о мире через какие-то другие традиции, которые ранее никак не были связаны с его народом. И вот среди этих субкультур современности приходится проповедовать нашему современному миссионеру. И конечно приходится говорить не на адекватном языке для того, чтобы быть понятым именно этой аудиторией. это очень сложно и поэтому особенно сейчас много конфликтов между такими зелотами, которые очень ревностно воспринимают как они считают чистоту веры, но вы знаете, это очень сложное все. Что такое чистота веры? Это конечно у нас есть вероучительные позиции и так далее, и за эти вероучительные позиции всегда святые отцы боролись, и конечно это был такой нелегкий путь, но тем не менее всегда было и миссионерство. Конечно я сейчас не буду приводить какие-то конкретные примеры, потому что их достаточно, я пока просто остановлюсь на том, что скажем миссионер это человек, это подвижник. Другое дело, что если он какой-то неправильный миссионер, но если он действительно настоящий миссионер, он будет говорить не на совсем понятном для нас языке. За это мы не должны его осуждать. Все познается по плодам. Апостол Павел тоже был в этом смысле. Для иудеев, для христиан из иудеев, когда он проповедовал среди язычников, то они его осуждали. И делали неправильно. Потому что мы видим плоды проповеди апостола Павла. Если бы он не проповедовал среди язычников, то тогда и мы ничего не знали бы о Христе. Мы бы не приобщились к евангельскому благовестнику. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Ресталище это конские бегатом и так далее. Это такие состязания античного мира, спортивные состязания. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздуху, но усмиряю и пропощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. Вот видите, о чем говорит здесь нам апостол Барин. Он говорит о некой аскетической практике. Он говорит о том, что он постоянно себя совершенствует. бьюсь бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое. Потому что некоторые говорят, самое главное это духовное, чтобы душа была в чистоте. Но мы видим, что здесь для того, чтобы очистить душу, нужно совершать определенные телесные подвиги, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. То есть нужно говорить уже от личного какого-то опыта, а не только от опыта других. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и тоже духовное питье, и бобили из духовного последующего камня. Камень же был Христос, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. И здесь очень важные слова, говорит апостол, что несмотря на то, что евреи были народом Божьим, но в то же время не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. Вы знаете, что из многолетнего, вернее сказать, сорокалетнего странствования евреев у пустыни вышли, вернее сказать, вошли в землю обетованную из тех, которые вышли из Египта, были только два человека, Иисус Новин и Халев, только два человека благочестивых, остальные умерли в самой пустыне. и сама принадлежность человека к церкви не делает его спасенным, потому что именно протестанты часто говорят о том, что мы уверовали, значит, мы спасены. А вот здесь апостол Павел говорит, что не хочу оставить вас, братья, в неведении, чтобы отцы наши все были под облаками и так далее, то есть и видели чудеса, и то, что происходило. Многое происходило там. Все вы свидетели из страниц Священного Писания, но тем не менее ожесточались они, помните, совершали грех, и Господь в результате отверг их и не смогли войти в землю обетованную. Ведь именно ради этого они вышли из Египта. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. То есть, видите, он не боясь и называет своих собратьев евреев похотливыми. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них. Представляете, конечно, для иудея, если были среди коринфских христиан иудеи, конечно, для них это были достаточно жесткие слова, о которых написано, народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их двадцать три тысячи. Книга чисел нам об этом говорит. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигало искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести эти слова, должны для нас быть огромным утешением, потому что Господь как бы говорит о том, что нет беспредела в этом мире злу. Зло не может беспредельничать, оно имеет пределы, и эти пределы устанавливает Господь своей любовью. Только для нашей пользы человек может претерпевать какие-то испытания в своей жизни. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения, я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю, именно идолослужение здесь является вот это боязнь человека идоложертвенного, боязнь всякой порчи, боязнь совершить какие-то второстепенные вещи. Чаша благословения, которую благословляю, не есть при общении крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть при общении тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвы? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Вот кто делает идолов персонажами, истории, люди, принося им жертвы. Только они актуализируют их бытие, их историческое влияние на человека. Если не приносят жертвы, если не поклоняются им, этим идолам, значит и они не имеют никакого влияния на человека. Все зависит от того, насколько человек на них обращает внимание, свое религиозное внимание. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней в трапезе Бесовской. Здесь он говорит о том, что невозможно совмещение каких-то религиозных практик. Мы не можем в себе этого совместить. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Вот этот принцип очень важен для каждого из нас, потому что мы должны действительно думать, а какие могут быть последствия для жизни человека в наше поведение. Ищи пользы для другого. Несмотря на то, что нам полезно или что-то позволено, но для кого-то это может быть соблазн. Вот это очень важный момент. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, то, о чем я уже говорил, для спокойствия совести. вот видите как. А мне хотелось бы обратить внимание ваше. Ну, ладно, я не буду обращать. Есть один такой церковный момент, который вошел, я считаю, к сожалению, в практику. Я вот действительно не мог этого понять. Ладно, пока не буду вас смущать. Может, надо что-то вы или вообще не говорите скучно. Хорошо, хорошо, я скажу. Вы знаете, мне непонятна совершенно история с Федором Тираном. Вы помните в Великом посту, помните про Колева историю? Вот я, честно говоря, вот я не могу вот как-то связать одно с другим. Помните, он, Федор Тиран, явился местному епископу о том, что пища на рынке была осквернена и дала жертву. Это я думаю, там не сходится. Не сходится, понимаете? И вот нужно заметить, что в церкви есть такие моменты, когда вот что-то вошло в церковь, да, и оно вовремя не было изгнано из жизни церковной. И в результате оно как бы канонизировалось церковью. Понимаете? И вот с одной стороны мы действительно не можем никак это связать. Правда? Вот никак не сопрягается одно с другим. Потому что он говорит ешьте и не размышляй даже. Потому что у нас есть огромная сила в наших руках. А я думаю, если там все осквернено, то и коле у вас было осквернено тоже? Совершенно верно. Вот это не смущало. Понимаете? То есть нас это не должно смущать. Ну что, что осквернили? У нас есть крест. как оружие против всякого осквернения. Понимаете? Очищающий крест. Это огромная сила в руке христианина. Имя Божие. А будем говорить все равно? Уже традиция. И понимаете, вот с одной стороны, вот сейчас вот, вот скажем, есть такие моменты, которые вот я честно вам скажу, я делаю только по той причине, что опять-таки не хочу смущать совесть, понимаете, немощной совестью. А потом разногласия. А потом разногласия, понимаете. Но с другой стороны, в некоторых случаях я все-таки стараюсь об этом сказать. Почему? Потому что если об этом не говорить, то формируется опять-таки, понимаете, это боязнь всякого осквернения. у нас единственная скверна, которая может осквернить человека, это участие во грехе. Когда мы по своему произволению, по своему волеизъявлению принимаем грех, совершаем его, участвуем во грехе. Но когда мы прикасаемся к грешнику, мы не оскверняемся этим. потому что Господь вошел в среду грешников и его осуждали как раз такие праведнички, когда он вкушал пищу с блудниками и мытарями и так далее. То есть по закону, как вам известно, что и прокаженный, хотя это болезнь, и то считался нечистым. Вот это, понимаете, ну то было совершенно другое измерение, понимаете, потому что не было животворящего Христа Господа. Человек не знал силы этого Креста. То было все по-другому. И конечно, об этом действительно можно много говорить. Когда нибудь может быть я все-таки скажу о каких-то еще моментах, вот, потому что для этого действительно должно быть и время и какие-то основания может быть причины. оглашенные оглашенные. Оглашенные в других церквях проводят. Понимаете? Ну хорошо, оглашение из-за детей. А ведь это пустословие. А ведь это самое настоящее пустословие. А мы оглашенные оглашенные мы должны все выйти нет. Нет, секундочку, нет. Оглашенные вы должны понимаете говорить на языке церкви, а мы не должны говорить на языке предположений. Оглашенный это совершенно определенный человек, который готовится к принятию святого крещения, изучая истины христианские. Он познает Христа по слову апостола. Я знаю, в кого я уверен. Он приобретает знания для того, чтобы как можно больше довериться Христу. Ведь понимаете, почему люди боятся порчи? А потому, что они не знают силы Христова, они не знают, кто такой Христос. Они знают силу зла, антихриста и так далее, и так далее. Они трепещут перед этой силой, перед этой агрессивной злой силой. Но ведь сила Христа, сила нашего Бога, она безгранична. Он сотворил этот мир, он его преображает, он его спасает этот мир. И читаешь вот это Пелагея Рязанская, что вот боитесь, такие даже есть выражения, цитата, боитесь колдунов и чародеев. Что это такое? На чем можно основать такие знания? Поэтому не читайте этих житей современных. Я вам сразу скажу. Огнедаль кассет я не смогла слушать. Невозможно, это коробина. Я слушала несколько предложений и отключила. Это, понимаете, вспоминается тоже там такой, понимаете, момент, какая-то тоже вот из так называемых современных. Говорит, вот матушка видела сон, шли какие-то девицы по мосту с накрашенными губами и пальцами и они упали с моста и оказались в какой-то жиже там такой вязкой и огненной вот и погибли. И вот вопрос, она делает вывод, что вот какие они плохие, плохие, да, вот, и в результате они оказались там, именно в этой адской жиже, да. Но давайте мы сделаем простой вот евангельский экскурс. А Господь смотрит на лица или на сердца? На сердца. А на что они посмотрели? На любые на краски. Совершенно верно. Вот уже только по этой причине несостоятельность такого восприятия, понимаете, жизни. Красит людей, потом покарит. Господи повинал. А этот человек будет осужден. Почему? Потому что он, понимаете, с таким убеждением будет ходить. Тот, кто согрешил, тот покаяться, а тот, который подозревает, который осуждает, с этим будет жить. Она осудила, понимаете? Это самая мелочь, это мелочь. Это понимаете? Это мелочь, которая, я считаю, что она настолько вошла именно в жизнь нашей современной церкви, это постоянная боязнь какого-то осквернения от каких-то колдунов, порч и так далее, и так далее. Вот нет вот этой, понимаете, апостольской веры. Вот еще раз хочу просто прочитать эти слова. на чем мы закончили? Там, где одну секундучку. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. То есть, имейте в виду идоложертвенного, которого только что. Не испытывайте, не задавайте цель, не мучайте себя и других. У вас есть сила креста Господня. В эти стесня. Конечно, но если тебя так смущает, ну возьмись, осеней крестом окропи святой водичкой. Для этого и дается нам. А ведь, понимаете, даже как к святой воде относится. Я неоднократно зачитывала, можно сказать, каждый год зачитываю указания Церкви относительно того, как нужно пользоваться святой водой. Что, помните, мы кропим везде, в скаренных местах, то есть, в местах скверных с точки зрения именно такого вот восприятия, о котором мы только что говорили. И не бойтесь этого. И под ногами суть говорится в этом. Мы же топчем это. Помните, когда батюшка отрабляет вода на земле, везде. А потом мы эту воду несем в туалет, в какие-то еще места. Но не оскверняется этим вода, потому что она дана нам для освящения. А как относится к современной продукции? Вот как вы говорите, воздух, и все, и все, и все, и все, нет. Вы знаете, я в данном случае вот что хочу сказать. Понимаете, мы должны четко проводить границу между, скажем, некачественной с точки зрения именно химической, понимаете, химических свойств, я имею в виду эти ГМО и так далее. То есть, мы даже не должны озадачиваться этим. То есть, если, конечно, мы хотим употреблять нормальную пищу, мы должны может быть найти эту хорошую пищу. Понятное дело, это продукт, но это не имеет никакого религиозного значения. Вот о чем я хочу сказать. Понимаете? Здесь идет речь только о том, что люди считают оскверненным следствием каких-то оккультных манипуляций над пищей. Вот о чем идет речь. А то, что мы, понимаете, продвинули так далеко науку, и что мы в результате кушаем не пищу, которую Бог нам дает, а химические формулы, понимаете, это уже наша проблема. Это уже, понимаете, мы сами изменяем этот мир, именно используя химическую лабораторию в качестве кухни. помните, какая она молительница и вообще все без храма, да, а попробуй тронется за нее, она шарахнется так от тебя, да, так вы говорите. я боялась его тронусь, вот видно, я ее боялась строготь. Все никого не понимаете, а ведь это, а ведь это, понимаете, когда человек не имеет опять-таки этого же знания, понимаете, то, о чем говорит апостол Павел. то есть действительно вот искренний человек, я Варвару Ивановну очень хорошо помню и всегда поминаю ее в молитвах, вот, но действительно, понимаете, почему так человек поступает? А потому что он не получил этого правильного знания, потому что человек не открывал Священное Писание, а ведь нужно было читать, вот здесь же все очень четко сказано. Вот это есть Распородушечка, что читала она. Нет, ну понимаете, человек читал, как вот читают обычно. Я прочитал, батюшка, несколько глав, этого достаточно? То есть человек не задает мне вопрос, батюшка, а вот я там и понял в этой главе вот то-то и то-то. Понимаете? Вот человек просто читает как вирш, понимаете? И этот вирш должен Богу понравиться, понимаете? Но ведь, понимаете, самое-то главное, это понимание, это текст, который обращен к христианам, к их разуму обращен. И мы должны воспринимать разумом эти слова. Об этом будет апостол говорить, вот сейчас мы будем читать на последующем. Не, ну, даже апостол Петр и то говорил, помните, неудобо-вразумительное, пишет наш брат Павел, понимаете, в своих посланиях. Конечно, но это неудобо-вразумительное не значит, что оно совсем непонятно. Конечно же, церковь вчитывалась в богооткровенное писание апостола, и она написала достаточное количество комментариев, и именно благодаря этим комментариям мы сейчас можем больше знать именно о том, что же хотел все-таки сказать апостол Павел. Видимо, между апостолом Павлом и Петром тогда еще пробежала кошка, вы же помните? Потому что апостол Павел, понимаете, все-таки осуждал апостола Петра, даже говорил, осуждал ее в лицемерии. Но это не значит, что, понимаете, еще такую важную деталь, чтобы вы правильно меня поняли апостола Павла в данном случае и апостола Петра. Ведь проблема в чем? В том, что человек не сводится к определенным поступкам в своей жизни. Человек больше, чем его поступок. Если человек сделал какой-то негативный поступок, то это не значит, что мы должны сказать, что человек этот, например, если он сблудил, то он блудник. Если человек сделал какое-то воровство, то это не значит, что он вор, понимаете? Человек больше, чем его поступок. Сегодня он своровал, сблудил, а завтра он, понимаете, совершил дело милосердия, завтра кого-то спас и так далее. Поэтому, или, например, человек, который всю жизнь делает какие-то плохие поступки, сделал хороший поступок. Мы же не говорим, что он очень хороший человек. То есть, понимаете, только Бог может оценить жизни человека без всякого пристрастия, сказать, что же на самом деле человек представляет собой. И он может осудить его или на спасение, или в погибель. А мы, как правило, понимаете, вот сводим жизни человека к определенному поступку. Нельзя так делать. Человек больше, чем его поступок. Это я подчеркиваю. И поэтому, когда у них были какие-то непонимания, то это не значит, что они вообще друг с другом постоянно конфликтовали. Нет. Было недоразумение, потом выяснились эти отношения. Значит, и помог в этом и апостольский собор первый, который состоялся в Иерусалиме. Но были трудности, потому что мы люди, мы несовершенные, мы многого не можем понять сразу. Оба служили Богу. Что? Оба служили Богу. Конечно, оба служили, и мы их называем первоверховными апостолами, и празднуем их память вместе, и готовимся постом к этому великому празднику. В каком-то смысле да, потому что апостол больше всех, он сам об этом даже говорит. Конечно. А именно благодаря его смелости, вот никто из апостолов не был так смел в своих словах, в своих миссионерских приемах, ведь понимаете, назвать правоверному иудею, который закончил иудейскую школу, лучшую школу Гамалиила, сказать такие слова, что язычникам, афинянам, что я вижу, что вы по-особенному набожны. Вот если бы иудеи там присутствовали, а бы они забросали его камнями, понимаете? Вот. Но тем не менее, апостол Павел сказал такие слова, и сказал им иудеям, как иудеи, для язычникам, как язычникам. Но это не значит, что он принимал до конца или иудейскую позицию, или язычную позицию. Афинянам тоже на самом посвященном иудеи, 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 а помните других египетских отцов, которые шли умышленно в пустыню для того, чтобы именно там найти вот эти капища языческие, именно там молиться, именно там совершать свой подвиг, чтобы преодолеть и страх, и вот наоборот, чтобы вот очистить вот это место, которое оскорнялось приношением идолам, бесам в результате этих жертв. все, что наполняет, все Божие. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вами ешьте без всякого исследования, представляете? Это, вы знаете, это очень важный момент. Особенно сейчас есть у нас такой очень миссионерский предпредстоятель церкви. Я, конечно, должен сказать, что у нас и прекрасный миссионер, и патриарх Кирилл предстоятель церкви, но замечательный предстоятель церкви тоже с таким очень миссионерским взглядом на жизнь это архиепископ Анастасий. Он, по сути, возродил албанскую православную церковь из пепла. Ее уже не существовало. Вот, она в катакомбах там какие-то были священники и христиане. По сути, полностью уничтожалось всякое знание вообще о церкви, о христе, все, что с этим было связано. Это самый был коммунистический тоталитарный режим именно в Албании. В Албании. Именно там он возродил в эти новейшие времена, это уже в 90-е годы, церковь. она сейчас в очень близких... Что-что? Албания это отдельное государство. Это именно государство, это геополитическая единица. Нет, нет, нет. Дело в том, что албанцы, как этнос, значит, они проживали на территории Сербии, в Косово. И вот они захотели создать независимое государство от Сербии. Это другие албанцы. Понимаете? И Азербайджан современный. Вот. Это территория Албании тоже. Это тоже были албанцы, назывались албанцы. Да. Так вот, именно там уникальный именно в нашем современном пространстве я бы сказал такой альянс взаимоотношений между православными и мусульманами. Мусульмане посещают православные праздники, православные посещают мусульманские праздники. Они в очень добрых отношениях, они участвуют в крестных ходах мусульмане с православными. Вот. То есть они именно вошли в эту новую жизнь после атеистического периода с именно пониманием друг друга, что они дети Божьи. Это не значит, что, понимаете, начинают где-то смываться вот эти грани между именно православием и исламом. Ничего подобного. Анастасии архиепископу, который был миссионером в Индии, там, в Африке, нет, в Индии, прошу прощения, хотя, по-моему, даже Индия была. Но в Африке я точно знаю, что он имел успех в своей проповеди среди язычников, африканцев. И он смог действительно создать особую атмосферу такой вот раннехристианской любви по отношению ко всем ко всем людям. вот. И вот действительно там вот это отношение православных к мусульманам очень и очень, понимаете, христианское. Вот так, как мы читаем... Ну, вы знаете, опять-таки, доброе отношение православных к мусульманам, это не значит какой-то прозелитизм. А вот, вы знаете, мы такие хорошие, вот, но мы еще станем лучше, если вы креститесь, понимаете? Конечно, такого прозелитизма нет, и если кто-то хочет для себя из мусульман прийти, понимаете, он примет такое решение, потому что он видит, что это нормальные люди. И я не исключаю того, что, понимаете, там принимают православие мусульмане. И те говорят, что православные не могут жить в мире с мусульманами, то мы видим именно прекрасный пример. Но православные не пойдут к мусульманам. полная терпимость, понимаете, полная терпимость. То есть, они, они как бы живут каждый, понимаете, своей жизнью, но в то же время не пускают в свою жизнь именно своих собратьев. Но если, понимаете, мы живем по соседству, если у нас всегда были добрые отношения, то как, понимаете, я могу быть против, понимаете, этого человека? Как этот богом сам Марин. Совершенно верно. вопросов, что, врачи, в Керчи, можно было взянуть на землю для воспомедания. Вы все хотели понимать своим гостям. конечно, конечно, все было, понимаете. И вот у меня есть, у меня есть дореволюционный журнал, значит, всех домов, это 1905 год, по-моему, 1905, где перечисляется, кто в каком доме в Керчи жив. По старому и новому номерованию, потому что вначале было просто так. Вот первый дом и последний дом в Керчи, он, скажем, был там тысячу, там, двадцатый, к примеру, да, а потом по улицам нумерология началась. Вот, там, скажем, улица такая, это номерная, это улица такой-то. Вот. И удивительно, понимаете, греческие, еврейские, татарские имена, понимаете, все настолько, вот, понимаете, вот люди жили и умели жить, потому что люди были благородные, понимаете. То есть, каждый человек знал, что вера, это его, в принципе, личный выбор, и он не имеет права навязывать кому-либо. То есть, я должен всегда дать ответ скротности, помните, как говорит апостол, именно и терпением, так сказать, своем уповании, вопрошающим. Я не должен надяться, я не должен с кем бороться, воевать. Смотрите, это тоже есть католическо-православная церковь, то есть, семьи, конечно, конечно, да. Он наполовину католик, наполовину православный. И вот, да, кстати, это прекрасный пример из нашей именно керченской жизни, понимаете, из нашей керченской жизни, вот где православные мирно сосуществовали с католиками. То есть, умели люди, понимаете, вот провести границу между главным и второстепенным. Да, они не катали, они другие. Ну, конечно, а сейчас, понимаете, вот эти существуют радикальные фундаменталистские исламские движения, конечно, они настраивают. Конечно. Да, а сколько русских порезали? Давай, давай, война началась, все нет, но это во время войны. Ну, вы знаете, да, это все, понимаете, последствия были, опять-таки, секуляризации. То есть, люди потеряли веру уже после, вот именно в годы войны. Так, понимаете, люди уже стали атеистами, по сути. Понимаете, уже веры не было. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам и ради совести, понимаете? Вот если объявили идоложертвенное, и вы не имеете возможности объяснить этому человеку, что для вас это ничто, то тогда вкушайте, тогда не вкушайте, не прикасайтесь к этому. Ибо Господня земля, и что наполняет ее, это, как знаете, тоже одних старцам угощали мясо в дни Великого Поста. Вот. И вкушали, вкушали. А они ели это мясо старцы, ничего не сказали. А потом сказали, ну как вам мясо? И тогда они сказали, да, это мясо, вот. И не стали, понимаете, есть. Почему? Потому что, понимаете, вот этот момент очень важен. Что дали, совершенно верно. А когда, конечно, понимаете, уже начинаете посмотреть там в рот и так далее, и все остальное, совесть же разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Вот это очень важные слова. Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Какие слова? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Это то же самое, когда мы оказываемся в дни поста где-то. когда ты несуешь цыпленка съемку, скажем, ну пожалуйста. Ему духовник сказал, что с остальными рехами цыпленка в тебя не оскверенил, говорил. Вот так. Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание, так, как я передал вам. Вот здесь идет речь о предании. То, что именно отрицают протестанты. Помните и держите предание, так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Нужно отметить, что это была серьезная проблема для кориджской церкви. Понимаете, языческий мир это достаточно сложный мир, в котором оказался христианин. И вот как христианину относиться к каким-то уже устоявшимся традициям. И вот многие традиции христианину нужно принимать, несмотря на то, что они имеют языческое происхождение. христианину если, конечно, они не противоречат основным вероучительным позициям нашей церкви. И вот что касается главенства мужа и жены, над женой, простите, вот как можно объяснить именно этот феномен. Мы знаем, что везде в языческом античном мире, я имею ввиду, мире Средиземноморья, то есть в истоках цивилизации европейской, муж всегда считался главой жены, главой семьи. И вот когда женщины, принявшие крещение, услышали евангельское благовестие о том, что во Христе нет эллина, иудея, мужеско, пола и женское, вот здесь началось серьезное феминистское движение. Как всегда женщины поняли неправильно. Почему я говорю как всегда, потому что помните, с чего началось грехопадение человечества. А началось с того, что когда искушал змей Еву и говорил, правда ли, что Господь запретил вам вкушать со всех деревьев в район? Она сказала нет. Он запретил прикасаться к дереву познания добра и зла. А разве Господь запретил прикасаться к дереву познания добра и Нет. Господь такого не говорил. Он сказал вкушать от этого дерева. И что же мы видим, что женщина ужесточает заповедь. одно дело прикоснуться, другое дело есть. То есть прикоснуться все-таки можно было, а вот кушать нельзя было. Но женщина усугубляет заповедь. Вот кто служит или вернее сказать работает турникетом в церкви в нас исправным? Женщина или мужчина? Знаете, как в метро такие турникеты существуют? Кому можно в храм заходить, а кому нельзя? Вот у женщин очень получается работать турникетом. Так вот в таком виде нельзя. Не положено. Хорошо. А почему не положено? Вот кто из женщин может объяснить на уровне канонических правил, каких-то церковных тезисов, почему этого делать нельзя? Почему нельзя войти в церковь? Если не устроила эту женщину длина юбки или брюк или брюк. И вот что получается? Апостол говорит, вы неправильно меня поняли. Когда я говорил о том, что во Христе нет мужеского и женского пола, то это не значит, что начинается какая-то уравниловка, демократизация семьи. Остается заповедь «Муж во голову жены». Это еще Свет и никто этого не отменял. И в языческом обществе тоже муж во главу жены. И получается, что первое феминистское движение началось именно с каримских христиан. И вот он подробным образом объясняет. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу, глава Христос, простите, я уже прочитал это, всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся, или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть истрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. А жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак, власть над нею для ангелов. Значит так, здесь очень много слов, и все это нужно объяснить. Ну, волосы для мужа это корона, а для жены это покрывало, другими словами. И длина волос женщины, вот помните традиции, старые традиции, старые закалки, женщины совсем не остригали волосы. И были волосы очень длинные, действительно, как покрывало. И вот апостол объясняет, почему муж должен быть с открытой головой, а жена с покрытой. Потому что это покрывало есть некий символ власти над ней. Но если она не покрывает, то пусть она стрижется, если все равно как бы дает ей понять. Ну а сейчас нет. Знаете, дело в том, что сейчас мы будем говорить о сейчас. Сейчас немножко другая ситуация и нужно объяснить, почему. Знаете, нужно объяснить, почему. Ведь нужно объяснить первое, что это не тезис нашей веры. Ведь в символе веры нет этого тезиса, понимаете. мы не исповедуем длинные волосы жены и острежные волосы мужа. Нет символя веры такого. Следовательно, для чего говорит апостол Павел это? Он говорит, потому что это связано с современной ситуацией. То есть такова была ситуация, и не нужно приводить в движение и без того воспаленные умы. получается, что христианская церковь, она начинает разрушать какие-то социальные устои, которые уже сложились. А ведь помните слова апостола Павла, что если ты в рабском положении настигнут благовестием Христовым, то так и оставайся. То есть не имеет значения раб или свободный, или ты кто бы ты ни был, просто оставайся христианином. И помните, когда к Яму Крестителю подходили воины, и они тоже задавали вопрос, а что нам делать? Он говорит, не требуйте больше, чем то, что вам дали. Он имел в виду жалование как солдат, воин. Борис, я хотела вернуться куда, я вот узнала во семье, а женщина значит, не подчиняется. Можно ли это кончить? Борис, как понимать, в нашем современном обществе или нашем современном мире, что муж, если бы была семьи, он был добытчиком, он был содержателем семьи. Ведь не ниже написано у нас, ни в Гридане, ни в Евангелии, что женщина работала в воле, там занималась трудом, она была приятная с новой шагом, доблась, и воспитательница как детей была, а муж был добытчиком, он содержался, так у нас было тогда, когда у нас было велигия, а когда уничтожили нас велигию, когда уничтожили институт семьи, то что же у нас получилось? Женщины заставили работать, даже если у меня было много детей, муж не стал тоже добытчиком, содержательной семьи, традицией, и нужно отметить, что и в языческом обществе тоже муж, глава, жены, потому что все произошли вот Адама и Ева, и у всех все равно оставалось какое-то представление и знание правильное, что есть хорошо, что есть плохо, и соответственно о каких-то таких вот общественных институтах, в частности семья, то есть это единственное таинство, которое было установлено из семи таинств, у нас семь таинств церкви, да, единственное таинство, которое было таинство брака, венчания, оно с Ветхого Завета, оно не в Новом Завете было установлено, то есть как бы оно из Ветхого, из той истории стало часть Новозаветной Церкви, и причем мы как бы не разрушаем это таинство, и вот я что хочу сказать, не отвергая вернее сказать это таинство, я хочу отметить, что изначально так было, что жена была создана для мужа как помощница, затем она еще и согрешила, и в результате она вследствие греха стала быть еще покорна мужу, потому что она виновна была, и помните, Господь как наказание дает, и что ты будешь иметь влечение к мужу своему, и будешь покорным, и так далее, так вот, ну и конечно же, не говоря о том, что мужчина, он все-таки сильнее женщины, и в языческом мире, возможно, это утверждалось еще через силу мужскую, и конечно же, ему приходилось именно иметь сношение с внешним миром, потому что он был добытчиком, как вы сказали, ему постоянно нужно было, а жена должна была быть дома, она должна была заниматься воспитанием детей, хранить этот очаг, чтобы он не погас, этот очаг семьи. И если женщина начинает снимать с себя символы покорности своему мужу, то чем это заканчивается, мы знаем. Вначале женщина уравнялась, стала стричься, вот помните советские времена, как только вот вот эта волна свободы, первой революционной свободы захлестнула умы, из сердца людей, помните, это стриженные девушки в красных косыночках, там, за трактором или еще где-то там, вот они, вот понимаете, ведь самое, понимаете, с чего начинается вот эта революция всегда, начинается с того, что человеку начинает внушать, что у тебя есть права, но ты об этих правах не подозревал, и кто-то у тебя эти права отнял, это, знаете, как с женским священством сейчас, начинает женщина обнушать, а вы смотрите, вот эти мужчины, они узурбировали власть в церкви, и они имеют только, они только священствуют, и получают ничего себе, то есть даже та женщина, которая вообще церковь не посещает, она задумывает, и ничего себе, эти действительно священники, что же так, где справедливость, я тоже хочу быть священницей, понимаете, а потом действительно, вот батюшка, нет, получается, матушка ушла в декрет от крестола, понимаете, или что-то еще, вот я не знаю, она ушла, она рожает сейчас, все это, и живет, и там у нас занимается все детства, и все веки равенства, понимаете, то есть получается, что, понимаете, человеку начинают внушать, что у тебя есть права, но у тебя украли эти права, обнимать человеку можно всякой внушить, ему можно сказать, у тебя есть право на свободный секс, а у тебя опять-таки украли эти мракобесы, там священники, я не знаю, там вот эти традиционные консерваторы и так далее, и что человек, он даже раньше не думал, что это ему нужно, а тут, ну если права украли мои, так нужно бороться за права, не, но ведь с этого всегда начинается, вот посмотрите, ведь даже оранжевая революция, понимаете, в чем она заключалась, о том, что мы будем вместе с вами, дорогие, любые друзья, будем управлять икраиной, вот я буду здесь в троне сидеть, а вы будете все рядом со мной, конечно, ну как же мы же, действительно, никто шансов не допустил до трона, а сейчас будем вместе, и что, понимаете, в чем, понимаете, вся брехня, вся ложь, именно в том, чтобы человека раздраконить, понимаете, этими правами, и вот то же самое, понимаете, вот какой-то, понимаете, женщине пришло в голову, тут разницы же нет между мужским и женским полом, апостол Павел сказал, во кресте все ровненькие и равненькие, и вот тут началось, понимаете, тут это, то, что я прочитал, это, понимаете, чемало я сказал, а вот то, что будет дальше, вот там начнется серьезная истерика относительно там голосов и так далее, но я чувствую, что я уже как бы не подойду к этому сегодня, то есть началась очень серьезная, понимаете, именно реформация того, чего апостол Павел не говорит, я вспоминаю вот этот такой анекдот, но очень интересный анекдот, я думаю, что он отражает реальность, вот апостол Павел пришел на какое-то вот собрание, вот тут палатка православных, тут палатка католиков, а здесь вот палатка протестантов, тут он зашел вначале к православным, все, потом вышел апостол Павел оттуда, потом к католикам тоже вышел, тут к протестантам он зашел, и он выбегает с этой палатки, за ним бежит протестант с Библии и говорит, апостол Павел сказал вот это, понимаете, так что апостол Павел знал, чего он, понимаете, там говорил. Вот понимаете в чем? То есть начали апостолу Павлу приписывать то, чего он не говорил. Да, он сказал, но его неправильно поняли. Он-то, нет, понимаете, дело не во времени. Я говорю, несть, так сказать, мужского, пола и женского во Христе, но не нужно это понимать, что, понимаете, уже нет ни главы, понимаете, не жены, все, понимаете, полная эмансипация. Нет, не об этом шла речь. Шла речь о том, что все равнодостойны перед Богом. Рабы или владыки, мужчины или женщины, иудеи или язычники, все по ценности своей жизни человеческой равны перед Богом. Вот об этом говорилось. Равнодостойны, но не в функциональном отношении, потому что у каждого на свое положение. Апостол же Павел будет говорить, ну все ли апостолы в церкви? Все ли пророки? Все ли учители? Понимаете, не все. Значит, кто-то, понимаете, говорит, кто-то слушает. Точно так же есть глава семьи, а есть не глава семьи. Но это опять-таки не говорит о том, что это не достойнее того, а в последующих, именно главах этого же послания будет очень четко сказано. Так вот мы дальше продолжаем. Что, впрочем, не муж без жены, не жена без мужа для ангелов. Впрочем, не жена без мужа в Господе. То есть о чем говорится? О том, что несмотря на то, что глава и не глава, но все они в Господе. Просто нужно принять такое положение вещей. Жена должна быть покорна мужу. То есть не только в этом послании он говорит об этом. Рассудите сами. Прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Ну, вы знаете, мне кажется, что все-таки коринфские христианки этого не услышали. Знаете, почему? А потому что в Греции, а коринф – это Греция, там они без покрывал на голове. Вот если заходишь в храм, заходишь в храм, и если кто-то в косынке стоит женщина, можно с уверенностью подойти и спросить, а вы когда приехали с Россией? Понимаете? То есть совершенно уверенно. Так что, понимаете, не дошло слова апостола Павла. Ну, ничего. Я думаю, что... Очень попростите от дома. Что-что? От дома. Нет, идет речь только о богослужении. Только о богослужении. Даже не идет речь о частной молитве. А некоторые спят, посреди говорят, так надо. Вы знаете, вы знаете, дело в том, что, понимаете, вот причудок как бы очень много есть. Но, понимаете, нужно понимать, для чего опять-таки вот это была косынка. Ведь, понимаете, если сейчас женщина, к примеру, без головного убора, там, без платка и, не знаю, шляпки какой-нибудь в храме стоит, вот в греческой церкви, это уже заведено. Я в другую вот деталь скажу. Если тогда это было, понимаете, движение за феминизацию, эмансипацию, то именно вот это хотел как раз апостол Павел остановить. Но сейчас уже такое сложилось положение, что это уже, понимаете, это уже все есть. И уже сейчас с этим воевать не нужно. Уже наоборот, если, понимаете, человек приходит к платку, ну а что это такое с ним? Что это вот, понимаете, такое за чудо? То есть это уже не вызывает каких-то вот именно таких вот именно феминистических движений. Или, скажем, те же брюки. Вот некоторые могут сказать, вот нельзя женщине одеваться в мужскую одежду, да? А вот скажите мне, брюки, это одежда кого? Мужчин или женщин? Мужчин. А почему я так уверен? А я скажу. Можно я не уверен, что не верен, а? Я вот сказал, что женщина в брюках, да, где-то читался. Так, секундочку. Вот секундочку. Вы говорите о том, понимаете, что это мужская одежда, женская одежда, да? А я скажу нет. Вот скажем, во Франции, понимаете, там именно юбка – это мусульманская одежда женщин. Во Франции это одежда женщин. И, понимаете, это женские брюки. Ведь, понимаете, женщина не одевает мужские брюки, она одевает женские брюки. Вы понимаете? Ведь здесь очень важно понять, что она не одевается в одежду мужскую. Или взять варваров, которые где-то там по лесам, понимаете, или взять чуч. Ну что ж они, понимаете, в юбках будут там, понимаете, морозить все и отмораживать. Ну как вы себе представляете? А шотландцы. Или, понимаете, шотландцы, понимаете, в юбках жить. То есть нужно понимать, есть одежда. Есть одежда, которая традиционна для определенного общества. Мы ведь не исповедуем это как символ веры. Верую, понимаете, в мужскую и женскую одежду, там, и что-то такое. Ну нет такого у нас. Есть у нас просто нормы приличия. И мы стараемся эти нормы приличия всегда выдерживать. Ну, конечно, если приходит, понимаете, непонятно вообще, или это вообще одежда на человеке. Или это, понимаете, да, действительно какая-то вуаль, которая, понимаете, вот наоборот, что-то, понимаете, пытается, наоборот, отразить и передать. Понимаете, поэтому если человек нормально одет, скромно одет, в те же брюки, я имею в виду женщину, нужно принять, и не надо ей никакие замечания делать. Это уже для нас устоявшись, у нас фасон женский, есть женский брюк. И поэтому, наоборот, мы вызываем только какой-то протест со стороны человека, со стороны человека, если, понимаете, он всю жизнь ходит в этих брюках, эта женщина, понимаете ли, девушка. И не может зайти в трассу. Она не может зайти в нее. Вот я говорю, а почему вот вы без, так сказать, юбки? А она мне отвечает, потому что у меня ее просто нет, батюшка. И не за что купить сейчас. Что не ходить в церковь человека. Вот пусть скажут, не думайте, пожалуйста. А вот эти, да, или сейчас платки? Вы знаете, я считаю, что, понимаете, эти платки, это рассадники в шеи, понимаете, всякой болезни. Нельзя сказать, что не давать. Нельзя, понимаете, этого давать. Вы понимаете, какая-нибудь пришла дама, понимаете, с этим, понимаете, квартирантами, и потом чем-то закончится. А кто-то, понимаете, оденет. И потом она скажет, я в церковь подцепила, понимаете, педикулез. Вот, и что тогда? А все, да, а везде, в каждом правде. Да это ненормально, понимаете, это ненормально. Мы должны прежде всего понимать, что Бог взирает на сердца людей. Он не смотрит на лица. И мы знаем, вот это, понимаете, движение, фарисейское движение, когда они готовы были вцепиться в горло каждому, кто, понимаете, имел немножко кисти, значит, меньше, чем, как бы, должно быть. Или, к примеру, те же... Ну, ладно, не буду, не буду, ладно, потому что я слишком могу сейчас наговорить. Вот. Так. Бесчастье. Так, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божьей. А я пропустил же. Не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него. Ну, вот я попадаю, в первую очередь, понимаете, под слова апостола Павла. Потому что я отпустил волосы. И не только я. Ну, только священник. А вот, понимаете, прежде всего проповедники истины Христовой, вот так вот сложилось, что в православной Церкви они с длинными волосами. А вот католические ксенцы, они, понимаете, аккуратно стрижены. Так что я думаю, что самым православным священником оказывается наш католический ксенец, понимаете? Что он, понимаете, все хорошо у него там выстрижено и так далее. И вот... И у нас стригуция. Так вот, что нужно понять? Что существует традиция. И вот эта традиция длинных волос, она появилась тоже в определенное время. Когда имел право, или, не сказать, не столько право, а скорее было достоинством только для аристократии византийской носить волосы. А опять-таки византийской аристократии, это, в основном, она была из греков. Но среди греков античных нужно было стричься и для иудеев тоже они постригались. То есть мужчины с короткими волосами были. И вот что же получается. Именно аристократия византийская носила длинные волосы. И вот когда османы, турки напали на Византийскую империю и ликвидировали византийскую аристократию, в частности, Василевса, императора, царя, то эти привилегии перешли к патриарху и епископу. Потому что патриарх стал этнархом. А этнарх – это глава народа в переводе буквально с греческого языка. То есть он не был государственным главой, как император, но он был главой народа. И именно султан совершал свое сношение на самом высоком уровне с греческим народом через патриарх. Ему перешла эта привилегия длинных волос. И не только вследствие вот таких вот, скажем, катастроф, ему еще раньше перешла привилегия. Это сакус, это архиерейская одежда, которая сейчас принята у всех архиереев. Сакус – это облачение, как стихари, помните? Как стихари у Пономаря, только украшено благообразнее, понятное дело. Но это именно одежда была императора. А изначально епископы носили филонь, как священнослужители, обычные священники. Вот то, что я ношу, только поверх филони епископы носили амафор. Вот на иконах святитель Николай, как правило, изображается не в сакусе, а именно с филони, в филони и амафор поверх. И вот постепенно вот эти, поскольку сношение императоров с патриархом, с епископатом было очень таким активным, то какие-то привилегии императора передавали патриархам, заслуженным патриархам. И вот они как бы уже укоренялись и передавались как наследство. Вот, к примеру, у нас есть такой патриарх, который имеет особенности, в отличие от всех патриархов, это папа и патриарх Александрийский в всей Африке. Он папа называется, то есть у нас есть тоже папа, папа Александрийский. Он патриарх, именно греческий патриарх в Александрии, в Египте, то есть всей Африке. И у него есть право ношения второй эпитрахили. Вот у священника одна эпитрахили, и у епископа, и у патриарха одна. А у него две эпитрахили, потому что в свое время так случилось исторически, что он получил вторую эпитрахиль, и он до сих пор облачает вторую эпитрахиль поверх Саркаса. Вот какие-то такие вот сложились обстоятельства. Одна вниз, другая. Нет, одна, да, одна под Саркаса, а другая сверху Саркаса. Это можно увидеть на фотографиях именно патриарха Александрийского. Нет, не сразу две. То есть именно между ними Саркас. И он носит, в отличие от, скажем, митр, а остальных епископов, носит тияру. Вот, такая как корона, корона царя. Это опять-таки Александрийский патриарх. И носит грузинский католикос, наш православный патриарх, он тоже носит тияру. Почему это переводит? Католикос вселенский в переводе. То есть окормляющий, окормляющий именно всех грузин. Вот, все... Тианинский тоже. Тоже католикос, да. Ну, как папа, скажем, есть Александрийский папа, наш православный, и есть римский папа. То есть это, как бы, или мы скажем, если раньше, сказал бы кто-нибудь, скажем, во времена Марка Эфесского, сказал бы на католиков католики, то, конечно, Марк Эфеский, он бы сказал, «А вы что? Какие они католики? Католики мы! А они латиняне!» То есть мы католики, ведь как наша церковь называется, кафолическая, просто произношение разное, западное произношение католическое, а восточное произношение – кафолическое. То есть мы католики, православные, мы католики. А как это греко-кафолическая церковь? Мы католики. А почему? Греко-кафолическая церковь мы пишем в древних изданиях, и до революции еще пишется кафолическая церковь. Поэтому нужно понимать, что, понимаете, само слово, оно, понимаете, является всегда функциональным, служебным. Просто нужно правильно понимать это слово. Где оно используется? Понимаете, к месту оно должно быть используемо. С точки зрения именно какой-то богословской мысли, именно кафолическая церковь, оно действительно очень адекватное слово. Оно в переводе повсеместное. То есть, знаете, вот полетел, скажем, космонавт православный на Луну, и если он там на Луне, то это тоже уже территория православной церкви повсеместная, потому что и там православный, понимаете, христианин. И он туда на Луну понес православие. Конечно, оно там никому не нужно. Почему? Потому что там некому миссионерствовать и проповедовать. Но именно по распространению, по масштабам, там, где православный христианин, там и православная церковь. И вот, если мы говорим именно о традиции длинных волос у священников и у монашествующих, то затем стали принимать епископы от патриарха длинные волосы, потом священники, потом монашествующие и так далее. И получилось, что именно образом православного священнослужителя, монаха, как раз длинноволосый. И, конечно же, мы это связываем с назарейством Христа, потому что Христос был назареем, а назареи отращивали волосы. Но почему-то апостол Павел не связывает мужчин, причем он говорит, что всякий муж, 4 стих, всякий муж, он должен стричь волосы. Всякий, а всякий, это имеется в виду мирянин и священнослужитель. Поэтому мы видим, что в ранние христианские времена была одна традиция, сейчас другая, точно так же и по отношению к женщине. Это не значит, что женщина совершенно не имеет никаких прав. То есть, если мужчина, понимаете, в кусте длинные волосы, тогда это хотя бы свободу для женщин, пусть она стрижет эти волосы, если нужно. Одно дело, понимаете, если там как бы вытворять на голове Бог знает что, что иногда смотришь, и сложно даже разобраться, мужчина это или женщина. Это как, знаете, я вспоминаю один такой комедийный случай, когда Владыка благословил мне встречать этих паломников с Парижа. Там были члены еще первой волны миграции. И вот один такой муж, зрелый витами, с седой бродой, и в таком вот частном разговоре он мне говорит, а вот у меня интересная история есть о том, почему я ношу длинную волу, не длинную бороду, а бороду ношу. И он рассказал, говорит, когда-то я был юношей на Афоне, и вот на Афоне я зашел в русский скид, и вот, говорит, навстречу мне движется то ли пророк, говорит, Моисей, то ли еще один из древних, такой с длинной бродой, седой, волосы такие пышные, и суровым взглядом, говорит, обращается ко мне, почто скоблиши рыло свое, мужчина аль женщина и си. И, говорит, с тех пор, говорит, я понял, что, говорит, басолицем быть нельзя. Нужно, говорит, всегда, значит, мужчине быть с бродой. Конечно, длина броды, значит, она как бы на совесть носителя всего мужского достоинства, вот, но, тем не менее, значит, нам еще Ветхий Завет говорит о том, что кто стрижет, тот постыжает себя. Ну, а насчет рыло, уж я думаю, значит, если бы он сказал по-другому, то, может быть, этот молодой человек не запомнил бы этого урока, вот, а так он запомнил бы на всю жизнь. И говорит, я уже с тех пор не скоблю, вот, рыло свое. Вот, так что вот и такие бывают замечательные истории. И вот, получается, что традиции меняются. Самое главное, чтобы эта традиция была в рамках какой-то морали, чтобы не нарушалась мораль, чтобы не нарушалось то, о чем скажет апостол Павел в конце 14 главы, что все должно быть благообразно и починно. Ну, разве не благообразен, батюшка, с гибелью волосой? Вот скажите мне честно и откровенно. Спасибо, Господь, Катерина Трофимовна. Так вот, понимаете, а если, конечно, по апостолу Павлу, то, конечно, я... Если бы вы были священы, я бы первый день бежал. Вот так вот, пожалуйста, вот, пожалуйста. И вот, представляете, что бы началось вот в нашем приходе? Понимаете? То есть, получается, что апостолу Павлу нужно было бы писать еще одно послание, значит, Керченской Церкви. А это было бы послание, противоположно тому посланию, что не надо женщин так реагировать на кленоволосого батюшку. Кленоволосый батюшка тоже наш батюшка, хороший он батюшка. Тут тоже в нашей традиции. Понимаете? Поэтому самое главное, чтобы традиция не разрушала мирного уклада церковной жизни. Поэтому все это имеет временный характер. Но это же старинная традиция носить длинные волосы. Но еще длиннее, понимаете, стричь волосы для мужчин. Поэтому давайте поспорим. Невозможно. Поэтому не надо спорить. Это тема, понимаете, каких-то предпочтений. Потому что мой отец служил на Западной Украине. Он священнослужитель. И он, понимаете, брил городу. Он приехал с длинной бородой, с длинными волосами. Семинарий благочестивый. Вы такой, понимаете, семинарист, уже священнослужитель. И смотрели, смотрели, понимаете, бабушки местные. Говорит, батюшка, вы, говорит, какой-то страшный. Говорит, у нас таких батюшек до вас не было. Говорит, у нас все батюшки стриженные. Да, значит, они безбрадые все батюшки были. А вы тут с какой-то бородой длинной, с длинными волосами. Мне, говорит, батюшка, приведите себя в порядок. И ради, понимаете, вот этих, так сказать, милых бабушек, вечных прихожанок, вот, пришлось, понимаете, ему сбрить. И он долгое время был без бороды. И однажды, когда уже началась вот эта перестройка, потом этот... Ахиерей. Да, 1988 год. И правящий архиерей взял моего отца за границу. И когда там какие-то были празднества, и он посмотрел на него и говорит, слушай, что у тебя за вид такой? Ты, говорит, приведи себе хоть священнический образ. Что-то, говорит, с тобой такое. Есть. Вот. Да, и он, значит, так постепенно начал отращивать. Вначале вот носил такой небольшой плевок, как называют в Питере бороду. Вот. А сейчас, конечно, я порадовался за него. Приехал вот недавно. И вот у него такая брода до пояса, длинные волосы. Вот. Я говорю, а что ж такое, говорит, к смерти готовлюсь. Вот. Так что, говорит, нужно перед Богом предстать в нормальном священническом образе. Вот. Так что, вот, пожалуйста, значит, меняется, так сказать, взгляд, меняется. И, ну, конечно, кому-то нравится, кому-то не нравится. А кто-то говорит, вот, батюшка, вот, раньше у него такие были, значит, красивые щеки, а где они сейчас? Вот. А другие говорят, ой, нет, как хорошо. И, говорит, на Яна Гронштадтского похож, там, еще что-нибудь такое, понимаете? Он говорит, уже все, сейчас они человеческое мнение не интересуют. Сейчас думаю только о том, вот, значит, как мне предстать пред Богом. Считаю, что такой образ, значит, самый приемлемый. Ну, вот, так что, такие вот его личные, значит, наблюдения. Так. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божьей. Вот, очень мудро заканчивает, понимаете, апостол эти рассуждения, что кто хочет спорить, это, понимаете, спорить можно где-то в другом месте. А здесь нужно принять уже обычай, который сложился. Вот, потому что без обычая, без традиции мы, понимаете, не будем нормальным приходом. А нам же больше уничтожать. Что-что-что? Традиции уничтожают. У нас даже в городе, обратите внимание, почти уже больше половины от нас. А в священников? Да. Ну, вы знаете... Те, которые наносили длинный волк. Ну, вы знаете, да, я, конечно, тоже, опять-таки, не буду полимизировать на эту тему. У меня есть свои предпочтения, они у вас налицо, что называется, поэтому я, как бы, пока считаю, что так должно быть. Ну, а те, кто... у них тоже есть основания, скажем, у них есть позволения, вот, поэтому не будем осуждать этих священнослужителей, потому что они по апостолу Павлу. Так, ну что, время у нас подошло к концу, и я думаю, что на следующем занятии мы уже все-таки закончим. Да. Потому что там начинается другая тема. Вечери Господней. О том, как не могли в толк взять коринфские христиане, что же такое Вечеря Господня, то есть литургия. А что такое Агапы, Вечери Людви. И вот вначале они приходили, много кушали, вот, потом песни, возможно, пели не совсем церковные, а потом решали, что вроде как время подошло причащаться, вот. И поэтому они после песен, значит, после обильного вкушения трапезы совершали литургии. И вот апостол Павел выступает здесь с вразумлением, говорит, нет, так не должно быть. И у нас осталось еще в традиции церковной, на Вечерие, в праздниках, после Вечерней совершалась литургия. То есть не рано утром, а после Вечерней. Вот. Что-что? Дни, дни ночи, вечером, вечером. Почему, говорят, до первой звезды, вот эта традиция, до первой звезды, почему нельзя вкушать? А потому что мы-то сейчас не вечером, уже давно, понимаете, не вечером, мы вечерню, вот она вечерней идет с литургией вместе, но не совершается вечером, а совершается днем, ну, как обычно. И получается, что после литургии уже можно вкушать, и не надо дожидаться первой звезды. То есть первой звезды, это связано с тем, что раньше вечерня совершалась вечером, и литургия совершалась вечером, поэтому люди не кушают. А в сочельнике, нет? Что-что? А в сочельнике, а на первой литургии. Сочельнике. Нет, так это же именно, объясняю вам, именно вот это, как раз это связано с этим, да. А не бывает утром-день-день, сочельнике. Ну, как не бывает? Ну, как же мы совершаем вечерню, понимаете? Конечно. Конечно, мы же совершаем накануне, на вечерье Господне, царские часы. А, да, да. Царские часы мы совершаем, и после царских часов мы совершаем литургию. И вот эта литургия, она начинается вечерней. И уже можно потом... Да, и потом же мы, уже когда продолжаем богослужение, то это уже называется по вечерей. Литья служится на по вечерей. Понимаете? Вы только начали соблюдать сочельники, а вы разрешили... Нет, я вам ничего не разрешал, понимаете? Это пусть вам совесть разрешает, или не разрешает. Потому что зачем, как апостол Павел говорит, судить за моей совесть и чужой совестью? Так что судитесь своей, Катерин Трофимовна, а я буду своей. Хорошо? Ну что ж, спасибо Господь за внимание ваше. Падюшка, пожалуйста, пожалуйста, что вы будете дать? Я уже дал. Заканчиваем первое послание Коринфянам. Да, до конца. Там очень насыщенная проблематика, связанная именно с устройством духовной жизни.